Дорогие мои заговорщики, по аромату я чувствую, что еда в горшочках удалась на славу. Конечно же, это похоже на обычный картофельный суп с говядиной, но как ни странно. Мы же все знаем, что процесс томления, который там происходит, происходит внутри глина, распределяет равномерно тепло и так далее. Мы знаем все, что есть в Грузии кецы, сковородки глиняные. В России очень часто кашу, в русской печи или в глиняных горшках. Похлебка вроде густая, а вкусная. Как ни крути. Мозг весь, он не исчез, он там уменьшился. Хорящики. Которые я очень люблю. В прошлый раз мы говорили про супы, в этот раз про горшочки. Давайте, вы мне пишите, что вы знаете про горшочки. Горшочки это не только ценный мех, а кусок глины, закаленный при температуре от 1000 до 1080, даже до 1100 градусов. Некоторые кусочки совсем мягкие, а некоторые пожестче, но, видимо, где жилка была. Ну, горшку, значит, нужно немножечко подваривать, возможно. Тут масса может быть вариантов. Может быть... Может быть, нужно, знаете, что сделать? Поставить на ночь. Таймер сделать, например, 3-4 часа. Через 4 часа печка остынет. Ну, таймер отщелкнется. Я так делаю иногда. И оно потом на остывающем будет доходить. Мясо будет нежно очень. Ну, оно мягкое. Батву всякую. Выкидываем. Странно, что собаки молчат. Так вот. Я жду ваши комментарии, в которых будет написано, что ж такое горшочки и что они из себя представляют. Я там помню, у нас же были друзья из Швейцарии, из Канады, еще от кого-то. Напишите, есть ли там в канадской швейцарской кухне горшки, где-то видели, что-то запекают. Самая популярная горшечная страна, это я бы сказал, наверное, Марокко. Тажины. Тоже глиняные такие, да, сковородки. На них крышки такие. Чтобы тепло так по-определённому ходило. А не знаете, некоторые... Вот там мой друг Серж Маркович, он делает как? Такие мангалы квадратные. Он угли разгребает, ставит тажины, глиной залепляет или не залепляет даже край. Просто сверху углями закидывает, и это всё стоит томится. Там куски барана, картошка целиком, перец целиком, баклажаны целиком. И это всё как бы там томится, 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 пропитывается жиром барана, ароматом. Потом он это всё разгребает, достаёт рукавицами тажины, сдувает весь пепел, открывает, и там прям такие куски барана. Так что он хоть и серп, но тоже любит, знаете, такую тушёную еду. Да, со сметаной, конечно, хорошо. Знаете, что ещё хорошо будет, если, например, вы добавили, вернее, поставили тарелочку, там мелкорубленный укроп с мелкорубленным чесноком, зеленью разной. И так будете добавлять, значит, свежего чесночка не хватает. Хотя в багете есть чеснок, он, конечно, не свежий, ну, там это не пропавший, печёный. Да нет, с жилками тоже мясо мягкое. Попался один кусочек жёсткий, я почему-то подумал, что мясо не доварилось, а на самом деле нет, всё отлично. Вкусный горшочек, такая русская еда. Наша домашняя простая, вкусная, классная еда. Вот тут, смотрите, сделал в такой крылке. Кстати, при всём этом, вот эти горшочки недорогие. Я их рублей по 170, что ли, покупал. А это вот, это керамика, да, это глиня определенная, из которой моя супруга делает тарелки. Так вот, я заметил, что пока у нас, несмотря на то, что здесь такая форма, а здесь форма открытая, то здесь уже кипеть перестало, а вот тут кипение продолжалось. Вот эта тарелочка-то подольше будет держать температуру. Хотя, вообще, честно признаться, я надеюсь, что моя супруга не будет смотреть этот ролик, потому что она, конечно, удивится, что я просто беру тарелки, с которых едят, и в них запекаю еду. Ну, это реально можно делать. То есть, любая керамика выдерживает там, на этих горшочках было написано, что максимальная температура 400 градусов. Да ни одна печка не расхарится до 400 градусов. А учитывая тот факт, что закаляется тарелка при, как я уже сказал, 1000 и выше, то 250-270 градусов в духовке для нее это так нагрелся просто чуть-чуть, и все. Знаете, как мы в сауне сидишь, в этой турецкой, в хамаме, что-то пот с тебя стекает, так как бы комфортно. В русскую баньку заходишь, где особенно с венчиком, глаза, кожа ожог. Так и здесь. Вот это для нее 250 градусов, как хама. И вы знаете, я, не соврать, наверное, лет 12-15 к горшочкам не притрагивался. Ну, в том смысле, что мы очень часто забываем, и вы, и мы забываем о массе всяких разных простейших гаджетов, которые помогают нам делать вкусную еду. У кого-то это традиция, вот как я говорю, пяти, да, на Кавказе, в Средней Азии. А у нас вот мы про горшочки реально забываем. Если бы вы не начали писать, я бы, может, еще через год вспомнил бы про них. Отличная еда. Мне кажется, что я потом дня два есть, ничего не смогу, потому что здесь калорий столько. Но я помню, как вы отказываетесь смотреть ролики про правильное питание. Будем, значит, неправильно готовить. Будем готовить неправильное питание. Вкусное, неправильное, нажористое, наваристое, с маслом, углеводы, белки. Все вместе в одной чашке, все жареное, да, да. Ну, что вы любите так, я не знаю. Если я вам буду показывать то, что я ем, так вы вообще удивитесь. Не знаю, насколько это будет смотрибельно. Надо как-нибудь сделать рубрику такую, мой рацион. И то, что я ем. Ты хочешь, чтобы от нас все отписались? Ну, хорошо. В общем, горшочек подходит к концу. Хочу сказать, что это действительно вкусно. Хлебом можно помакать жижку. Но я всегда говорю так. Если вы видите, что в тарелке блюдо, содержащая жидкость, будь там ее много или мало, берите всегда ложку. Сто процентов ничего в тарелке не останется. И самое вкусное, то, что остается в соусе, вы просто так соберете вместе с хлебом и отправите в рот. Например, все знаете салат? Огурцы, помидоры нарезаны зеленью, приправленные или сметаной, или майонезом. Потом перемешиваешь. Сок везде выделяется. И внизу остается такая жижка вкусная, которую хлебом вымакивать. Так вот, когда я вижу такой салат, я всегда беру ложку. Я не вилкой там не ковыряю, а потом вымакиваю. Я во время того, как ем томаты и огурцы, в тарелке, у меня еще и жижа цепляется. Есть люди, которые, например, в моей компании не знают этих моментов. Я вам расскажу секрет такой. Вы, когда ложкой берете, берите всегда снизу. То, что не нужно, скатится обратно. А жижка всегда будет оставаться у вас в ложке. Поэтому, если вы там 5-6 раз зачерпнете, но салата много, вы 5-6 раз зачерпнули, уже соуса гораздо поубавилось. А потом все остальные, когда уже заканчиваются огурцы, помидоры, смотрят и говорят, что-то соуса мало в этот раз. Ну, вы его весь в ложечке перенесли к себе. Куда? В пузик. Все правильно. Приятного аппетита, друзья. Горошочки очень вкусные. Смотрите рецепт, который будет чуть позже.